Всех приветствую, дорогие отцы, братья и сестры. Меня зовут Яко Иоанн Клименко, я клирик Марфо-Мариинской обители Милосердия. Вот сейчас, собственно, в этой обители я и нахожусь. Сегодня у нас четвертое занятие для тех, кто хочет заниматься профилактической трезвенной работой. И уже на вводном занятии мы говорили о том, что, конечно же, если мы хотим уберечь человека от последствий употребления табака, алкоголя, каких-либо нелегальных наркотиков, то, конечно же, нужно говорить о трезвости. Не о том, чтобы умеренно, культурно, в кавычках, иногда по праздникам употреблять спиртное, или же иногда по праздникам курить табак, или по особым дням употреблять наркотики. А, конечно же, нужно говорить о трезвости, об абсолютной трезвости. Ну, вроде бы понятно, что ситуация с табаком, алкоголем, а теперь уже и с нелегальными наркотиками в России тяжелая. Понятно, что профилактическую работу вести нужно. И вроде бы даже и понятно, что надо бы говорить о трезвости. Но при этом именно в церковной среде многие испытывают некую неуверенность для того, чтобы заняться, собственно, этой профилактической работой. Потому что, ну, как же отрезвости, а вроде же церковь никогда не была против вина. Вот, может быть, надо все-таки людей учить пить вино, пусть по праздникам, пусть там по чуть-чуть, понемножку. Ну, зачем же нужна такая категоричная позиция? Зачем же полностью исключать вино из обихода? Что вроде бы призыв к трезвости, как будто бы он вообще не соответствует церковной традиции. Призыв к абсолютной трезвости. Поэтому вот этот вопрос, может ли православный человек жить трезво, абсолютно трезво? Может ли он призывать к этой трезвости? Насколько это соответствует святоотеческому наследию? Насколько это вообще соответствует еще написанию? Вот этот вопрос для нас, православных людей, очень и очень важен. Именно поэтому данной теме мы посвящаем отдельное занятие. Вот в нашем теоретическом блоке я напоминаю, что у нас 10 занятий. Из них первая половина – это такой теоретический блок, а начиная с шестого занятия – это будет уже практический блок. Вот теоретических занятий у нас осталось всего лишь два. Сегодня тема «Запишите себе. Трезвость и православие». Ну или же вот более полно, как здесь сказано на этой презентации у меня, «Богословское обоснование трезвенной работы церкви». Давайте посмотрим презентацию. Священный мученик Владимир Богоевленский – это первый из архиереев, который пострадал во времена гонений, был убит 25 января 1918 года. Вот этот владыка, он был лидером трезвенного движения, церковного, православного трезвенного движения в России в начале 20 века. Долгое время он возглавлял московскую епархию, которая тогда не была разделена на город и область. Это была единая епархия. Был он долгое время митрополитом московским и коломенским. По его инициативе было создано в 1910 году Московское епархиальное общество трезвости, которое он сам лично и возглавил как почетный председатель. Ну а, так сказать, действующим председателем был протопресвитер Николай Любимов, настоятель Успенского собора Кремля. Вот такие люди с таким статусом возглавляли тогда трезвенную работу. При этом митрополит Владимир не просто был номинальным каким-то лидером или номинальным почетным председателем. Нет, он очень много потрудился для расширения трезвенного движения. И вот, в частности, по его инициативе в 1912 году в Москве был созван Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с алкоголизмом. И вот на этом съезде, который продолжался шесть дней, труды которого опубликованы, это трехтубник такой, очень для нас, кстати, интересный. Несколько лет назад один владыка трезвенько его отсканировал полностью. Только не знаю, выложил ли он его в интернет. Надо посмотреть. У меня-то есть просто в виде файла. Так вот, на этом съезде митрополит Владимир представил... А вот Валерий Константинович поднимает руку. Наверное, он хочет что-то дополнить. Мы сегодня, на самом деле, вдвоем с ним проводим это за день. Валерий Константинович, хотели что-то сказать? Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, отец Анат. Я хочу сказать, что мы постараемся договориться и текст трудов этого съезда выложить в Телеграм. А, хорошо, хорошо. Потому что Владыка Виктор, ты его отсканировал, но я так и не знаю, доступен ли он в широкой публике, есть ли он в интернете. Так вот, ну как раз, может быть, за счет нашего семинара этот шаг серьезный будет сделан. Итак, вот представил он доклад под названием «Против ли нас абстинентов в Библии?». Ну, вот он использовал тогда такое модное слово. Вообще русские любят модные слова, иностранные. Абстинент тогда так называли трезвенников. Сейчас мы не пользуемся этим словом. Мы недавно как раз в одном из чатов это обсуждали, потому что, получается, как-то близко абстинентный синдром, похмелье и абстинент, в смысле трезвенник. Поскольку сейчас основные ассоциации идут с абстинентным синдромом, с похмельем, то мы уж трезвенников называем по-русски трезвенниками. А он использует такой научный срок, тогда вот оно было популярным. Значит, «Против ли нас трезвенников в Библии?». Мы вот этот доклад, его издали несколько лет назад в такой книжечке «Против ли нас трезвенников в Библии?». Значит, давайте посмотрим, что он пишет. В самом начале этого доклада вот что говорит нам владыка Владимир. Давайте я прочитаю его слова. «Борьба против алкоголя и пьянства, которую ставим мы своей задачей, борьба серьезная и очень нелегкая. Нелегкая сама по себе, она еще более затрудняется для нас превратным образом мыслей его защитников, то есть защитников алкоголя, которые и сейчас еще имеют дерзость стоять за распространение и употребление алкоголя». Что значит «сейчас еще имеют дерзость?». Ну, знаете, разные есть данные по поводу того, какая была ситуация с алкоголем в России в начале 20 века. На самом деле ситуация была очень неоднородная по регионам, по губерниям, по отдельным краям. Но если брать Москву, правящим архиереем, который являлся митрополит Владимир, то только водки в 1912 году в Москве продавалось по 12 литров в переводе на чистый спирт на каждого человека. То есть если взять продажи всей водки в Москве и поделить на количество населения, которое тогда было в Москве, то получится по 12 литров чистого спирта. Другое дело, что понятно, что в Москву кто-то приезжает, какие-то гости, и они тоже употребляли здесь водку, и получается, что всю эту водку не только население Москвы, но и также те, кто приезжал, или же покупал с собой в деревню свою родную. Но все равно очевидно и под докладом митрополита Владимира, и под докладом священного мученика Митрофана Гомельского, который возглавлял комиссию в Государственной Думе по выработке мер борьбы с народным пьянством. Его доклады очень яркие. Они покажут, что ситуация с алкоголем в начале 20 века в России была тяжелая. Может быть, она была не такая тяжелая, как у нас 10 лет назад, когда было не 20 литров спирта на каждого человека в год в России, ну или 18 литров, там такие цифры озвучились, но все равно она была тяжелая. И вот в этой ситуации, когда пьянца так уже разлилось по всей России, ну или практически по всей России, там Средняя Азия – это отдельные разговоры, и Кавказ – это тоже отдельный разговор, но по Центральной России. И вот в это время, когда уже видно, что пьянца затратили в том числе даже и детей, и подростков, об этом тоже говорили тогда, некоторые, как пишет митрополит Владимир, стоят еще за распространение и употребление алкоголем. Вот цитата из Священного Писания. «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине Исикере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа». То есть, действительно, уж не знаю, как там были времена пророка Михея, а вот в наши времена, если поговорить о вине, о каких других алкогольных изделиях, ну, секера – это вино, сделанное из других плодов, не из винограда. Часто оно было, поскольку более сладкие плоды брались, финики, то, например, оно было более таким хмельным, чем вино. То вот если говорить о вине, о каких других алкогольных изделиях, то вот это очень интересно, вот, а понятие трезвости постепенно-постепенно как-то уходит из фокуса внимания, вот, а вот именно о трезвости-то нам и нужно говорить. Смотрите, у нас сегодня, на самом деле, две темы. Одна тема – это заявленное богословское обоснование трезвенной работы Церкви. Эта тема – трезвость и православие. И для себя самих, и в какой-либо нашей дискуссии или полемике с кем бы то ни было, нам лучше всего говорить именно о трезвости, а не разбирать там темы вина, какое оно было, да как его употребляли, да кто его употреблял и так далее, и так далее. Потому что вопросы гораздо более сложные, гораздо более запутанные, и вряд ли там мы найдем для себя какое-то прочное основание. А вот в первую очередь нам нужно ответить на вопрос, может ли человек православный жить трезво, и хорошо ли это? Можем ли мы призывать к трезвостям? Как-то лет пять, наверное, уже назад позвали меня 11 сентября 2014 года. Одновременно утвердил Синод и концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма. Есть такая концепция обязательно. Она не очень большая, там страница 5 или 7. Обязательно нам, конечно, нужно эту концепцию знать. В 2014 году была утверждена эта концепция, и тогда же был возрожден всероссийский праздник трезвости, тот, который был еще и до революции, огромным, так сказать, таким событием. Ежегодно праздновали, праздновали очень большие, широкие, с многотысячными крестными ходами, с разными мероприятиями. Он был до революции, и сейчас в 2014 году официально его возродили к празднованию решения Священного Синода. И вот 11 сентября, лет пять назад, меня приглашают в семинарию одну небольшую. Поздравляю семинаристов с праздником. Говорю, вот у нас сегодня будет урок трезвости. А что такое трезвость? Дал определение. Трезвость – это естественное состояние ясности сознания человека, достигаемое в полной свободе, под воздействие табака, алкоголя или каких-либо других нелегальных наркотиков. Дал определение. И спрашиваю у этих семинаристов, скажите, а может ли православный человек жить трезво? Повисла тишина. Подождав немного, я говорю этим ребятам, говорю, ну мы же не на экзамен, я же оценок ставить не буду. Ну просто мысли вслух, как вам кажется? Может ли православный человек жить трезво? Какие есть мысли на эту тему? Потом, подчеркиваю, люди хоть и молодые, но все-таки, в общем-то, церковные. Не первый день в церкви. Тем более, там были первые курсы, второй, третий, четвертый курсы имена. Некоторые из них вот-вот станут священниками. Опять тишина. Мне кажется, я слышу, как крепят мозги. Это к тому, насколько понятие трезвости вообще выпало на данный момент из сознания человека. Один парень, наконец, говорит, кажется, может. На мой вопрос, может ли православный человек жить трезво? Кажется, может. Другой говорит, нет, точно не может. Я говорю, ну, давайте поступим таким образом. Ну, проще. Вот святые, наши святые, это образцы для нашей жизни. Знаете ли вы хоть одного святого, который жил бы трезво? Потому что если святые, это образцы, это для нас пример. Например, если мы вспомним какого-то святого, который жил трезво, значит, можно. А если таких святых нет, значит, ну, наверное, нет. Знаете ли вы какого-то святого, который жил бы абсолютно трезво? Опять тишина. Тишина, опять скрипят мозги. Потом один говорит, о, да сегодня же Иоанна Претеща в праздник. Ну, Евангелие-то, по крайней мере, они слышат в храме. И там же сказано, что от юности своей никогда не будет пить ни вина, ни секьера. О, Иоанн Претеща жил трезво. Вот, правильно, хорошо. Иоанн Претеща жил трезво. Значит, в принципе, православный человек жить трезво может, потому что священописание к его трезвости относится явно положительно. Каких-то еще святых, знаете, которые жили бы трезво? Больше ни одного святого мне не назвали. Ну, давайте я вам подскажу из тех святых, кого, ну, житья вы наверняка слышали. Спрашиваю, житья преподобна Марии Египской. Слышали? Слышали. А так вот в пустыне-то что она пила? Там, кстати, об этом сказано. Что пила? Там вроде сказано, что и воды-то там не было. Да. То есть вина-то она там не пила? Во время своей подвижности. Что когда-то, там, кстати, сказано, что в Египте любила она мясо, любила вино. Там не сказано, насколько сильно она его любила. Но, по крайней мере, сказано, что да. А потом перешла и Ордан, была в пустыне, естественно, никакого вина она там не пила. То есть, получается, она жила абсолютно трезво? Да, получается, да. Значит, трезво жить можно, это хорошо. Получается, да. Я говорю, ну, давайте теперь начнем по порядку. И мы с вами, кстати, слушатели дорогие, тоже начнем по порядку. Давайте начнем со Священного Писания. Чтобы понять, может ли человек жить трезво, давайте посмотрим, что говорит Библия о трезвости. Я иду дальше по своей презентации. Итак, что Библия говорит о трезвости. Если брать Ветхий Завет, начиная с Ветхого Завета, брать его древнейший раздел, это книгу чисел, ну, это древнейший раздел Ветхого Завета, пяти книжек. Вот, там мы встречаем об обете Назарейства слова. Книга чисел, шестая глава. Значит, кто решил дать обет Назарейства. А что, кстати, значит обет Назарейства? Если переводить на русский язык, обет молитвы. То есть, кто решил посвятить свою жизнь молитве, посвятить свою жизнь Богу, тот, значит, пусть не ест ни вина, не пьет, значит, должен воздержаться от вина и секера, и не должен упрять ни уксус, ну, и вообще ничего из винограда не есть. Ну, и там еще некоторые ритуальные правила, не должен касаться мертвых, не должен стричь волос, знать своего обета. Итак, вот описан обет Назарейства, обет молитвы, обет, когда человек посвящает себя Богу, и он связан с полным отказом от вина. А были ли такие Назареи? Ну, да, как раз мы с вами уже об этом вспоминали. Мы вспоминали об Иоанне Претеча, но он был один всего лишь Назарей? Нет. Были другие Назареи, которые посвящали себя с юности своей Богу. Ну, например, Самсон. Ну, давайте я прочитаю книгу Судей, 13 глава. Жена, то есть Мама Сапсона, пришла и сказала мужу своему, «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросил его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне, вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Вот Самсон был Назарей Божий от юности своей и до самой своей смерти. Был еще один Назарей, это Судья Божий Самуил, вот, ну, о нем сейчас не будем говорить подробно. Ну, не только Назарей, вот такой вот род рихобитов. Иеремия, 35 глава, давайте я прочитаю. «Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Иоанн Адав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказал, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки». И вот если вас заинтересует, я думаю, мы эту презентацию выложим в наш телеграм-канал, чтобы все вот эти цитаты вы могли посмотреть подробнее, и не вот маленькие, а побольше, пошире. Прочитайте пошире вот этот фрагмент, и вы увидите, а вот как к ним относится Священное Писание. То есть это хорошо, что им вот отец дал такую заповедь, вот, как оценивать Священное Писание. Вот такой образ жизни. И мы увидим, что отец дал им такую заповедь, и явно, что оценивается это хорошо. То есть оказывается, да, можно жить так, и это хорошо. Ну, конечно, самый известный из Назареи, тот, кто стоит на рубеже Ветхого и Нового Завета, это пророк Иоанн Креститель. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева Матери Своей». Это Евангелие от Луки, первая голова. Перепрыгиваем так, и сразу перейдем к, если говорить о Новом Завете, рассмотрим учение апостола Павла. То есть некоторые цитаты из его посланий. Так, смотрите, вот послание к римлянам, 14 глава. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат притыкается или соблазняется, или изнемогает». На самом деле, вот сколько мы сейчас видим наших братьев, не только братьев и сестер. Вчера у меня была одна женщина с алкогольной зависимостью на консультации. Позавчера у меня одна женщина была на консультации с алкогольной зависимостью. На самом деле, сейчас женщин очень много, не только братьев, уже и сестер, притыкается, соблазняется, изнемогает, и в итоге погибает от этого алкоголя. Ну вот если мы видим такие жертвы, то, конечно же, лучше не пить вина. Знаете, часто, очень часто в какой-то дискуссии встречаешь, высказывает человек, который говорит, а мне можно, мне можно, а вот мне типикон разрешает, вот мне разрешено, мне можно. Знаете, что пишет об этом апостол Павел? Все мне позволительно, но не все полезно. Да, можно. Можно. Но при этом надо сказать, что это опасно. Если человек будет употреблять спиртное, вот Сергей Таршин поднимает руку, давайте мы вопрос, сейчас я завершу презентацию, у меня их две, вот, о трезвости и о вине. Вот, а потом перейдем к вопросу. Вот. Да, можно, но это опасно. Опасно, в первую очередь, для самого человека. Почему? Потому что есть так называемый вмененный риск развития алкогольной зависимости. Что значит вмененный? Ну, то есть это риск, который всегда есть, если человек употребляет алкоголь. Если человек употребляет алкоголь, начал культурно, умеренно, по праздникам, хорошего качества и в хорошей компании, с хорошими традициями, вопрос, какова вероятность того, что человек этот впоследствии, может быть, годы, годы, годы спустя, приобретет алкогольную зависимость. Эту вероятность можно оценить примерно в нашей стране, для вот такого среднестатистического жителя нашей страны, можно оценить примерно в 8%. Вероятность того, что человек приобретет алкогольную зависимость. А какая вероятность того, что человек этот умрет преждевременно, на год, на пять лет, на десять, на двадцать, на пятьдесят лет, в связи с употреблением алкоголя. Профессор Александр Викентьевич Немцов, о котором мы говорили уже в прошлый раз, в чате книга его была выложена, он оценивает потери российского общества от алкоголя примерно в 350-400 тысяч человек ежегодно. То есть 350 тысяч человек ежегодно умирает преждевременно, то есть могли бы прожить дольше, от причин, вызванных употреблением алкоголя. Причем не от алкоголизма. Не только от болезней, вызванных алкоголем, хотя болезней там много. В основном это вклад алкоголя в инфаркты и инсульты. Вклад алкоголя в развитие онкологических заболеваний. Есть хорошая статья в журнале «Ланцет», если напомните мне, в телеграм-канале могу ее выложить, которая показывает, что примерно 3,5% преждевременных смертей в Великобритании связаны с онкологическими заболеваниями, вызванными алкоголем. Есть там, все это известно и подсчитано, и какие именно виды онкологии вызывает алкоголь. То есть это вклад не только в инфаркты, не только в инсульты, также вот в онкологические заболевания, ну и плюс всякие несчастные случаи. Вот где-то лет 5 назад был такой случай, который стал известен в Московской области. Невеста на второй день свадьбы утонула в канале имени Москвы. Жили они в городе Долгопрудный, там как раз этот канал. Второй день свадьбы, все они пошли купаться. Дело было, кажется, в июле. Все были пьяные, ну, может быть, и не сильно пьяные. В любом случае, невеста не была алкоголиком. Просто после употребления спиртного она как-то не справилась, а другие тоже как-то или не заметили. Вовремя не среагировали. Вот она утонула. Я уж не помню, сколько ей там лет было. Получается, что она вот умирала лет на 50 раньше. Того, как могла бы прожить. Из-за чего? Из-за алкоголя. Вот. Кто-то говорит, а мне вот разрешено, а мне позволено. Да, все мне позволительно, но не все полезно. Тем более здесь нужно рассматривать пользу не только для себя. И тебе-то самому не полезно. Особенно не полезно это тем, кто тебя окружает. Да, каждый седьмой человек в России умирает раньше, чем оба, из-за причин, вызванных алкоголем. Это много. Это вот каждая седьмая смерть в России. Но, а может быть, я вот не буду вот этим седьмым, а может, я буду первым, вторым, третьим, четвертым, пятым или шестым. Да, с вероятностью 15%. Ну, может быть, я умру насколько-то раньше. Вот. А если мало, а если очень редко и так далее. Вот. Здесь же есть еще один вред, который наносит человек. Редко, мало и иногда употребляя алкоголь. Но этот вред не для него самого, а для окружающих. Человек, употребляя алкоголь, он подает пример употребления алкоголя. Так же, как человек, курящий, подает этот пример всем окружающим. Так же, как и человек, употребляя нелегальные наркотики, вовлекает в употребление нелегальных наркотиков тех, на кого он может влиять. И получается, что может быть вред ты нанесешь самому себе. Но со стопроцентной вероятностью ты нанесешь этот вред обществу. Ты покажешь этот пример другим. Дети, подростки, которые смотрят на тебя, тоже решат употреблять спиртное. Своим примером ты вот так научишь 10 детей или 7 детей. И вот из этих 7 детей один из них впоследствии погибнет из-за алкоголя. В том числе потому, что ты подал ему такой пример. И вот это будет со стопроцентной вероятностью. То есть, если ты употребляешь алкоголь, то ты разделяешь, получается, ту ответственность, которая лежит на всем нашем обществе. Ты не только не способствуешь сохранению трезвости у подрастающих поколений, ты других вовлекаешь в употребление алкоголя. При этом, при всем, ты финансируешь алкогольную индустрию. Вот ту самую индустрию, которая убивает 350 тысяч человек каждый год, тысячу человек каждый день убивает у нас в России. А ты в этот момент, вот в этот тяжелый момент для нашей Родины, что ты делаешь? А ты в легкой форме балуешься, так сказать, с алкоголем. Вот, подаешь такой пример, увлекаешь других, финансируешь алкогольную индустрию. И так вот, все мне позволительно, но не все полезно. Давайте вот следующая цитата, она тоже очень важна. Никто не ищи своего, но каждый в пользу другого. Кто-то говорит, а мне вот нравится, а мне вкусно, а мне хочется. Но вообще, если мы христиане, то мы должны ориентироваться не на то, что мне нравится, мне хочется, а на то, чтобы принести пользу другому. Есть главная заповедь – любви к Богу. Есть подобные любви к ближним. Но нет такой заповеди, чтобы любить там еду. И тем более нет такой заповеди, чтобы любить вино. Нет такой заповеди. Нужно любить людей, ближних. Если мы видим, сколько ближних страдает вот этого алкоголя, а более того, по пятам за табаком и алкоголем идут нелегальные наркотики, которые убивают все больше и больше и больше людей в нашей стране. А как они идут по пятам с алкоголем? А очень просто. Если ребенок видит, что опьянение – это нормально, что опьянение – это доступно, что опьянение – это часть жизни любого взрослого человека. Опьянение возможно. Даже более того, как необходимо в каких-то случаях жизни. Особенно если это праздник, особенно если это какое-то горе. И так мы подаем, то есть те люди, которые употребляют алкоголь, они подают подросткам идею, что опьянение, искаженное состояние сознания – это якобы норма. Если подросток воспринял эту идею из общества, из своей семьи в том числе, то потом, когда вам встретят людей из другого сообщества, они вам скажут – да, но опьянение не только от алкоголя, оно же плохое. Человек набьется, от него воняет. Он может в драк полезет, агрессивный, еще какой-то. Ну, алкоголь – это не лучшее вещество для опьянения. А есть хорошие вещества для опьянения. Они не пахнут. Они действуют недолго. Они вообще растительного происхождения. Да у них там тысячелетняя история. Или, наоборот, это самый новейший продукт или еще что-то. И вот под эту идею о возможности опьянения лягут потом нелегальные наркотики, которые убьют этого человека гораздо быстрее, чем табак или алкоголь. И вот если мы видим эту ситуацию, и видим, что дорогу к опьяняющим веществам прокладывает курение во всех его формах, даже курение вейпа, даже когда это просто пара, этот пар прокладывает дорогу к другим веществам. А дорогу к опьяняющим веществам, в первую очередь, прогладывает алкоголь. И наркомания, употребление нелегальных наркотиков, она нарастает, в том числе и в нашей стране. И вот в этот момент кто-то будет говорить о том, что «а мне нравится», «а мне хочется», «а я имею право», «а мне дозволено». Да, дозволено. Но надо же думать не о себе, о том, что «мне нравится», а думать о пользе других и понимать, насколько это опасно вообще в целом для общества. Вот эта традиция использования алкоголя для отдыха. Пойдемте дальше по страницам Священного Писания. Итак, таким образом, суть дела заключается в том, к чему приводит пример. А потому-то апостол Павел так убедительно и предостерегает от злоупотребления христианской свободой. Первая глава Коринфе. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Вот это очень важно для нас цитата. Кто-то говорит, а я свободен, а мне можно. Да все можно. Но вот эта свобода может послужить соблазном. Об этом, собственно, мы и говорим. О том, что употребление алкоголя, пусть даже очень умеренное, из очень красивой рюмки, пусть эта рюмка будет даже одна. Вот этот пример, он очень соблазнителен. При этом, если мы будем распространять вот эту традицию употребления алкоголя, то мы всегда будем терять тысячи и тысячи замечательных, хороших людей в нашей стране. При том, что нет каких-то людей, знаете, иногда бывает делят так, мы недавно, кстати, обсуждали на одном собрании, делят людей, что есть люди нормальные, здоровые, они могут пить вино, нормально и здорово. А есть какие-то генетические, поврежденные, больные, алкоголики или предрасположенные к алкоголизму люди, ну и вот нельзя. И что же мы ради вот этих вот больных каких-то, мы все общество, вот сейчас мы дыбы поставим, в какую-то трезвый загон. Зачем это нужно? Вот эти больные, вы к ним идите, их выявляйте, давайте, этих вот генетически поврежденных людей, выявляйте, им, значит, про трезвость говорите, вот, говорить, там, у тебя папа был алкоголик, вот тебе нельзя, ну а все общество оставьте в покое, меня оставьте в покое, да, вот, мне-то можно, у меня там никакого алкоголизма никогда нигде не было. Значит, есть вот такой взгляд, что делить людей вот на, так сказать, больных и здоровых, или же на здоровых и предрасположенных к алкоголизму, вот, и некоторые говорят, а почему это я должен ради этих там, каких-то больных там, отказывать себе, себе отказывать там, в праве, в моем там, вот, праве употреблять алкоголь. Почему это? Ну, во-первых, если уж говорить с христианской точки зрения, вот, то, как это, вот уже сказано, да, если это соблазн для немощных, то уже ты должен от этого отказаться, вот, потому что это какой-то социальный дарвинизм, типа, да вот этих вот, да пусть они сдохнут там, да, это не люди, это люди второго сорта, вот, их естественный отбор, там, сказать, устранит из популяции, вот, а мы нормально. Такая позиция совершенно не соответствует христианскому духу. Да, мы должны ради немощных, ради слабых, вот, сделать то, что от нас зависит, все. Вот, но на самом деле, и вообще само это разделение на вот, типа здоровых и типа больных, оно неверно. Это показалось еще лет 50 назад, был такой ученый, Ледерман. Есть такая теория, ну, мне вот сейчас печатать неудобно, вы там можете в чате это набрать. Теория общего потребления Ледермана. Вот, вы можете легко найти, в Википедии почитать. Значит, вот был вот этот взгляд на вещи, что есть вот нормальные люди и больные, предрасположенные к алкоголизму и алкоголикам. Есть люди, которые, так сказать, употребляют алкоголь умеренно, а есть те, которые неумеренны. И, соответственно, вот с этими неумеренными и надо работать. А он где-то в 60-х годах вот, построил уже на, фактическом материале, вот, не умозрительно, а именно на фактическом материале распределение, как распределяется употребление алкоголя в обществе. И увидел, что там нет никаких вот, каких-то двух пиков, типа тех, кто употребляет нормально, и тех, кто употребляет алкоголь ненормально. Нет, это обычное гауссовое распределение, которое одним плечом упирается в ноль, трезвенники, вот, а другое плечо очень длинное, вот, но там нет никаких перегибов, никаких дополнительных пиков, ничего, просто вот такая вот кривая и все. Вот. То есть человек, который приобщился к алкоголю, тихо-тихо-тихо, незаметно, вот, наращивает свое употребление, вот, и от эпизодического употребления, многие люди, я не говорю, что все, очень много, большинство в нашей стране, переходит к систематическому употреблению. Об этом я говорил в первой лекции «Школа трезвости для страждающих людей». Вот. Хотите, посмотрите лекцию. Вот. Итак, трезвенник. Под действием социальной пропаганды, об этом мы говорили в втором занятии, под действием информационного, такого принуждения, можно сказать, информационной обработки, трезвенник, родившийся трезвым, в каком-то возрасте начинает употреблять алкоголь, употребляет его сначала эпизодически, знакомится с алкоголем, потом, если эффект ему понравился, если он поставил ему знак «плюс», что мне нравится эффект искаженного сознания, он начинает употреблять систематически, потом уже ломается у него биохимическая защита от алкоголя у многих людей, я не говорю, что у всех, кто-то и всю жизнь систематически употребляет, и начинается, и уже если сломалась защита вот эта биохимическая, начинается алкогольная зависимость. И, то есть, нет никакого второго сорта людей. Просто для любого человека, если он начал употреблять спиртное, есть вероятность приобрести алкогольную зависимость. Да, если есть генетическая предрасположенность, то это вероятность больше. Если ее нет, это вероятность меньше. Но она все равно есть для каждого человека. Итак, берегитесь, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных. А немощные – это все люди на самом деле, потому что каждый человек когда-то может встретиться с этой проблемой. Пойдемте дальше. Итак, переходя уже от священописания к практике, к жизни святых, посмотрим, насколько распространена была отрезвость среди святых отцов. Вот из новозаветных святых только некоторые примеры, отрезвость которых достоверно известна. Апостол Иаков – брат Господень, он был на заре. Многие древние преподобные, преподобные Пахоми велики, Паиси велики, Иоанники велики, преподобные Пимен велики, святители Анзелтаус, блаженный Иероним Стридонский – вот это древние святые. Но особенно отметим русских святых. Кстати, для нас это действительно очень важно, потому что именно среди русских святых очень много святых, которые жили абсолютно трезво. Преподобный Антоний Печерский, основатель монашества у нас здесь, на Руси. Преподобный Сергий Радонежский. В его полном житии есть одна строчка, малоизвестная для большинства жителей нашей страны. «От юности своей никогда не пил ничего хминового». Что интересно, значит по поводу преподобного Сергия Радонежского. Вот устав его монастыря, к сожалению, нам неизвестен. Возможно, он не был тогда просто записан. Но известны уставы монастырей его учеников. Ну, например, устав преподобного Кирилла Белорезерского. И вот во многих уставах учеников преподобного Сергия вот этот полный запрет на употребление вина уже введен в уставы. То есть это не просто личная жизнь вот этого святого человека, но уже введено в устав монастыря. Вот у преподобного Кирилла, я сам читал этот устав, но там очень короткая фраза. «Вина отнюдь в монастыре не держать». Если идти дальше, то есть смотрите, для древних святых все-таки полный отказ от вина это была часть личной аскетической практики, часть их вот такой духовной жизни. Это был их личный подвиг. Но если брать уже преподобного Кирилла Белорезерского, не только лично, но он заповедует это всей братье в своем уставе. Если взять еще чуть дальше, продвинуться еще лет на 100, преподобный Иосиф Волоский. Для нас, кстати, очень важный святой. Почему? Потому что в своем уставе, в уставе Иосифа Волоского монастыря, который дошел до нас, весь устав включен прямо в житие преподобного Иосифа, которое изложено в сборнике святителя Макария Московского. Преподобный Иосиф в своем уставе уже очень подробно поясняет, почему он запрещает держать в монастыре что-либо хмельное. И надо сказать, что практически точную выдержку из его устава потом, далее, в 51 главе, 100 глава собора. Мы к этому чуть-чуть позже вернемся, тогда процитируем. Преподобный Серафим Саровский, преподобный Александр Свирский, святитель Иов, первый патриарх московский, тоже в его житии сказано о том, что никогда от юности своей никогда не употреблял спиртно. Святитель Тихон Задонский, святитель Феофан Затворник, вот что очень важно, святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов. Эти известнейшие духовные писатели конца 19 века много посвящали, достаточно много посвящали вот этой теме. И некоторые цитаты из их писаний мы с вами посмотрим чуть-чуть позже, когда перейдем от имен к святотическому наследию. И смотрите, дальше я перечислил только некоторых, отнюдь не всех, только некоторых архиереев, которые лично возглавляли епархиальные общества трезвости вот в начале 20 века, ну а потом пострадали в годы гонений. Священный мученик Владимир Богоявленский, митрополит киевский, о нем я уже сказал. Вот здесь важно отметить священный мученик Витрофан, архиепископ Астраханский. До этого он был епископом Гомельским. Именно как епископ Гомельский, но тогда возглавлял комиссию в Государственной Думе по выработке мер по борьбе с народным пьянством. Вот все эти архиереи, священный мученик Сильвест, архиепископ Гомельский, и священный мученик Адроник, архиепископ Пермский, они оставили многие проповеди, посвященные именно трезвости. Поэтому для нас их наследие очень-очень важно. Они не только жили трезво сами, но и открыто и ярко призывали к трезвости, именно к трезвости, не к умеренному потреблению вина, а именно к трезвости свою паству. Так, а теперь перейдем, значит, мы сказали с вами о Библии, мы сказали о примерах жизни святых. Святых очень много. Как-то одно общество взялось и проанализировало все жития, собранные в сборнике свидетелей Дмитрия Ростовского. И вот в этих житиях они нашли более 150 святых, об абсолютной трезвости которых сказано в житии. И надо сказать, что гораздо-гораздо реже, буквально где-то там около 20 примеров, когда свидетельствуют о том, что тот или иной святой употреблял вино умеренно. То есть если уж в житии говорится что-либо о том, что пил данный подвижник, то, как правило, говорилось о полной трезвости. Но не обязательно было употреблено именно слово «трезвость». Можно сказать, что пища, хлеб и корень несколько раз в неделю, питьем для него была только вода. То есть, не видно, что жил трезво. Пил только воду. Это очень частое выражение в житиях святых. Значит, мы рассмотрели священное писание, мы рассмотрели примеры жизни святых, а теперь поговорим о святоотическом наследии. И сейчас, кстати, поговорим о типиконе. Многие ссылаются на типикон, когда говорят о том, что можно пить вино. На самом деле, для меня это такой аргумент, который вызывает всегда улыбку, когда говорят, вот, по типикону можно. По типикону можно в первую очередь службу служить. И типикон, но здесь многие совещали. Отец Иоанн, если позволите, я приведу такой вот для живости пример с типиконом. Я вот сам, будучи начальным христианином, еще не зная о богословской литературе, помню первую Пасху, когда я отпостился. Потом пришли все, весь приход и батюшки, столу уставлен коньяк, водка, когор, конечно. И батюшки так стыдливо говорят, ну, вот по типикону можно одна красавуля. Это все, многие из нас слышат этот набор формулировок. И я вот по простодушию своему подумал, что типикон – это книга о том, как выпивать и что есть. И я несколько лет, на самом деле, будучи прихожанином, причащаясь, посещая храм, исповедуюсь, вот так и думал, что типикон – это вот… И в наших таких вот обсуждениях типикона вот мы как бы пришли к такому мнению, что в принципе, наверное, можно употреблять алкоголь всем, кто полностью исполняет типикон. Ну, живет по типикону, молится по типикону. Вот как предписывать типикон? Красавулю можно пить, но если ты как бы это делаешь. Ну, вот такая невольная проповедь типикона, еда и алкоголь. Вот я предполагаю, что в массе простых людей, непогруженных, не понимающих, что типикон – это богослужебный устав, по сути, ну, просто люди не понимают, что там, о чем она. Но все знают, что… Ну, не все, но многие знают, что вот со скука чарок там вот это предписывается. Это удивительно и показательно для положения нашего общества, в том числе вот ситуации вот такой внутри церкви. это касательно просвещения такого внутреннего нас самих. То есть вот это реально, получается, у меня заблуждение существовало, ну, если не 10, но лет, наверное, 5-7. Не то, что я каждый день об этом думал, но вот если бы меня спросили, что такое типикон, я бы сказал, ну, там про еду что-то и про вино. Вот, ну, как-то так. Забавный факт, но для меня он очень такой показательный. Я множество раз встречал подтверждения вот с таким наблюдением. Спасибо. Да, ну, надо говорить типикон, надо говорить там по-другому, там, церковный устав разрешает. То, что церковный устав – это устав, значит… Я помню в храме, в котором я одно время служил алтарником, был такой очень благовейный старший алтарник, который мне действительно очень много дал, и он как-то высказался таким образом, говорит, да, мы, говорит, только едим по типикону, и то, только по праздникам. То есть как праздник, вот, знаете, как это в песне про Антошку. Вот. О, вот это, братцы, мне по силам, откажусь теперь едва ли. Тарам-пам-пам. То есть когда-то, знаете, там пост, там три дня не есть, о, небо, у нас современный человек, да что вы, это невозможно, это нам не по силам, это нам тоже не по силам, это нам не по силам, о, 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 вот это мне по силам, все, теперь я не откажусь, да. Вот. Тоже вина говорит, вот под церковный устав разрешает. Церковный устав, он не разрешает, ну, под вина разрешает. Более того, он настаивает на совершении богослужения, в первую очередь, уставного. Это он не то, что разрешает, вот там, ну, вот можно послужить, можно не служить там. Вот, нет, он просто говорит, что вот так надо служить службу, в первую очередь, и все. Вот. Ну, и там, ну, если настоять захочет, то можно заслужить всеночное бдение вместо полилейной службы, вот, которая будет еще длиннее. Вот. Церковный устав предписывает всеночное бдение длиной примерно 7 часов. Ну, те, кто вот, богослов снял образование, они это знают. А у нас бывают такие ссылки. О, сегодня разрешено вино. Труда ради бденного. Сегодня красоволи вина. О, ну, вот видите же. Подождите, а где труд-то бденный? Не, ну что, ну, труд-то бденный, это же невозможно. Ну, ну, отпразднують, отпразднують. Вот. Труд бденный в сторону, это все в сторону, а вот, вот, вот вино, вот это, Паша. Вот, но все-таки давайте мы посмотрим, а что же говорит Типикон в целом о вине. Не то, что там, когда там, какие дни там это там дозволяется, а в целом о вине Типикон говорит в 35 главе рассуждения о ясе и пяти. И вот, смотрите, цитата. А сейчас случится во уреченные дни, яка же рехом всегда, яка же и великий Симеон чудотворец глаголит, яка похвала монаху, ежа не пити вина, ащи ли и пиет, немощи ради тела своего, мало да испевает. Подобно же и великий пиимин, отец наш глаголит, яка вина отнюдь не подобает пити монаху. То есть в целом в Типиконе по пуду вина приведены две светоотеческие позиции. Благо, что вот не я писал Типикон, не мог сказать, а это вы там все там подкрутили там трезвенькие. Нет, это совершенно не мы. Это древние преподобные. И смотрите, вот они есть, две светоотеческие позиции, и обе приведены в Типиконе. Преподобный Семен пишет, похвала монаху, ежи не пить вина. Но если пьют, пусть это будет мало. Есть такая светоотеческая позиция? Есть. Но в ней скажут, что можно жить трезво, абсолютно трезво. Можно пить вино, но пусть тогда это будет мало. Но трезвость поставлена выше. То есть видите, трезвость отстанется хорошо. Есть другая светоотеческая позиция, не только преподобный Пимен Великий ее занимает. Что вина отнюдь не подобает пике монахам. То есть только трезвость, и все. В конечном итоге Типикон оставляет это на усмотрение настоять. Но как некое максимумо задано вот в этой 35 главе. Давайте пойдем дальше. Значит, это Типикон. Это устав древнего иерусалимского, сейчас мы пользуемся иерусалимским типиконом, и устав древнего иерусалимского монастыря. При этом надо сказать, что у нас на Руси формировали собственный устав монастырей, но со времен еще первых монастырей в нашей стране. и вот эти вот бытовые подробности, сколько там чего есть и сколько там чего пить и чего, собственно, пить. Одно дело это Иерусалим. Это устав для той страны, для того народа. Мы об этом немножко поговорим, когда, собственно, будем говорить о вине. У меня будет еще небольшая презентация о вине именно. Понимаете, еврей, если он изредка пьет разбавленное вино, то вполне возможно для него ничего и не будет опасного. И пьянство как таковое, как социальная беда в Израиле не возникнет. Ну, то есть, собственно, и до сих пор употребление алкоголя в Израиле 4 литра на каждого человека в год, а у нас это 10, 12, а недавно еще было 18 литров. Но это Иерусалимский устав. То есть, это устав для тех древних людей, которые пили вино, у которых мощная защита биохимическая от алкоголя, у которых быстро алкоголь перерабатывается, которые пили разбавленное вино, потому что неразбавленное вино пить тогда это казалось очень странным, и только пьяниц не разбавляет вино. То есть, вот это чаша разбавленного вина для еврея это одно, для нашего народа другое. Вот об этом подробно пишет уже преподобный Иосиф Волс. Почему, кстати, многие преподобные у нас, основатели монастырей, исключали вино из монастырей, почему они следовали именно тем путем, который заповедовал преподобный Пимен, великий? Потому что народ другой. Потому что мы не можем вот эти бытовые особенности, которые заповеданы древним евреем чуть ли не две тысячи лет назад, перенести на нашу русскую почву. Итак, вот смотрите, я все-таки прочитаю. Стоглавый собор практически полностью переносит то, что пишет преподобный Иосиф Волоский в своем уставе в 51 главу своего определения. Ну, давайте послушаем. Подобавит прежде всего заботу и попечение иметь о том, чтобы не было не было в обители ни в трапезах, ни в кельях питья, от которого пьянство бывает. Если что и писано в уставах и житиях святых отец, что инокам разрешается пить вино, когда по чаше, когда по две или по три, и имелось вино в монастырях, как в первых, так и в нынешних. Но имелось вот другая страна, да? Так и в нынешних. Но до пьянства его не пили. В русской земле другой обычай и другой закон. Если имеем питье пьянственное, то не можем воздерживаться и пьем до пьянства. А что повелевают святые отцы пить по чаше или по две или по три, то этого и слышать не хотим или не ведаем меры чашки этих. То есть это описывается ситуация на тот момент, 16 век, в русском народе. Никто не хочет слышать про эти какие-то меры, про эти какие-то чаши, про это какое-то разбавление вина. Иван Похлебкин, кстати, об этом пишет в своей истории русской водки. Это известная книга. Он пишет, до 12 века в летописях русских были свидетельства, он приводит цитаты, что вино, так же, как и в Визанге, это делалось, пили разбавленным. Он приводит там цитаты, что вино мешали с водой. И после 12 века в русских летописях нет свидетельств того, что вино разбавляли водой. русский народ, он другой. Те там пили редко, разбавляли, знали какую-то меру и так далее. Но русский народ другой. Мы не ведаем меры чаши этих, и не хотим ведать никакую меру. И что дальше пишется? И ради этого обычая и погибельного нрава, и грехолюбивого навыка не подобает нам иметь в обители питья, от которого бывает пьянство, чтобы не впасть в конечную погибель. Вот это определение Стоглава Собора. Знаете, когда нам начинают говорить, а вот там в древнем Синайском монастыре то-то, то-то, а вот там-то то-то, то-то, а вот тот-то святой там в 4 веке пишет вот для этих греков вот так-то и так-то. Подождите, но он же пишет для греков, для греков, понимаете? Ну давайте, да, ну давайте приедем на Чукотку, ну собственно давно-давно туда уже приехали. Давайте будем там проповедовать о Венеи Секири. Давайте скажем, да ладно, а чего-то можно. Да нам никакого вреда это не доставляет. И что там? А какая сейчас ситуация там? И, кстати, бывает так, что многие говорят, вот тут-вот, к нам вот эти, вот, инородцы привезли там вино, привезли водку, вот споили русский народ. Ну, ладно, хорошо. А кто привез водку в Сибирь? Вот, а кто споил северный народ? А это уже русские делают. Русские, тут ни на кого не спишешь. И что, и какие итоги? И давайте им говорить, да понимаете, да это вот все хорошо, да это витамин. Да они тысячи лет жили без этих витаминов. У них этих витаминов, винограда там никогда не было и не будет никогда. Он там не растет. У них нет генетической, биологической защиты от этого алкоголя. А давайте мы будем цитировать, что там писали полторы тысячи лет назад для греков святые отцы. Так они писали для греков, для греков, для евреев, я не знаю, ну, для других народов среди земноморья. Они писали это не для русских людей. А что писали для русских людей? А что писали наши русские святые для наших русских людей, которые видели ту ситуацию, которую у нас в России? Не в Греции полторы тысячи лет назад, а у нас в России. Вот, пожалуйста, то главный собор формулирует отношение русской церкви к этому вопросу. Другое дело, что, ну, это другая история, там, очень печально, вот, что когда патриарх Никон хотел унифицировать богослужения, уставы, вот, он увидел разнообразие там, уставов, монастырей, потому что, вот, здесь Кирилла Белозерский монастырь, тут Ферапонтов монастырь, тут такой монастырь, у каждого монастыря, там, свой основатель, который оставил свой устав, и они, в общем, разные. Ну, что такое разные, какие-то уставы, там, какие-то, вот, понаписали, да? А давайте, давайте возьмем один устав, он был у всех один. Хорошо, никакой устав взяли, взяли Иерусалимский устав. Ну, в плане богослужений, все нормально, но, в плане бытовых подробностей, ну, например, в Соловецком уставе было, там, что они едят, щи там было прописано, понимаете, там не было никакого сухоедения, что счетное количество смокв, там, на каждый день положено монаху. Каких смокв? В Соловках, какие смоквы? Вот, то есть, там были щи просто прописаны, вот и все. для наших русских людей в нашем климате. Вот, поэтому, если брать всю эту толстенную книгу в плане богослужения, да, пожалуйста, но если брать бытовые подробности, то в русских уставах они были прописаны для нашего русского народа. Ну, не только для русского, там, вот, преподобный Александр Синский был там, вот, принадлежал там к северным народам. Вот, в общем, для наших людей это все было прописано. Отец Анат, правильно ли я понимаю, что вы сейчас фактически говорите о том, что преподобный Сергий, русские святые и ученики преподобного Сергия в своих уставах монастырей, у них был запрет на использование алкоголя в монастыре на, кроме богослужения, где вино, конечно, было, то есть на столах, на трапезах для такого частного, какого-то келейного использования, это было, как бы, ну, предписано запрет на это. Да. И реформа, которую у нас обычно называют Никоновской, приведение к, ну, там, к греческим источникам, к общему знаменателю, да, да, вот, она редуцировала, то есть удалила вот тем, тот опыт, который был накоплен, традицию, которая могла передаваться, то есть были письменные источники, вот, именно запрета на алкоголь в монастырях, а монашеское сообщество, как идеал такой христианской жизни, всегда, как бы, у нас было, да, что вот монахи, это какие-то такие особые люди, которые... Ждают тон жизни, то есть они, как бы, более святые, более аскетичные и так далее, вот, при этом, вот тот русский аскетизм, с учетом местных, как бы, которые преподобные Сергии и его последователи практиковали, был тоже, получается, утерян. Да, 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 и там, видите, наложилось еще несколько факторов, потому что этот раскол, который был очень глубоким, и который, ну, к сожалению, там виноваты, ну, как сейчас уже современные историки, церковные деятели, которые занимаются глубоко историей раскола, вот, они об этом говорят, что виноваты, конечно, были обе стороны, но, к сожалению, вот, многие, ну, хорошие, в общем-то, люди, которые могли бы послужить очень добрую службу всему русскому народу, они, к сожалению, вот, вышли, вот, в этот раскол, вот, все это еще наложилось, ну, там все параллельно, вот, видите, как раз, вот, уже в 16 веке, да, говорят о пьянстве, уже в 15 веке изобретательная водка, да, то есть уже, было когда-то византийское вино, его там разбавляли, в 12 веке его уже не разбавленным пьют, но где его пьют, то есть только те, кто его имеют, да, то есть это, там, там, бояре, князья, дружина, то есть, ну, рыба начала гнись головы, вот, но это все пока не выходит в массу народную, да, вот, а потом вот уже середина 15 века изобретена водка, то есть из местного сырья можно, получать крепкое алкогольное изделие, пусть оно было там не 40 градусов, а там поменьше, но все равно, уже вот эта опасность, вот этот наркотик, алкоголь, он появился, причем в доступе для многих и многих людей, то есть потенция как бы развития, да, водку гнали там не в каждой деревне, естественно, но все потихоньку, потихоньку, потихоньку распространяется, вот 16 век, что главный собор пишет о том, насколько алкоголь опасен для нашего человека, вот, потом вот, и получается вот в это опасное время, когда постепенно начинается распространение производства и продажи водки, и употребление водки, и тут еще происходит отход от древней, вот этой монашеской традиции, вот, плюс устранение патриаршества, синодальный период, кризис в монашеской жизни, ну, вот, там все, понимаете, вот накладывается одно на другое, то есть алкоголь распространяется по России, вот, а кризис в духовной жизни нарастает, плюс отход от древних традиций, и вообще на долгое время забвение этих традиций. Когда мы сейчас вот скоро будем говорить о святителе Игнатии Бринчанина, мы об этом еще вспомним, он как раз говорит о древних монастырях, о том, к чему нам надо повернуться. Вот, ну, давайте пойдем дальше. Проблема, как социальная проблема пьянства в России, вот, она, к сожалению, нарастала, особенно, конечно, как социальная проблема, это 19 век, уже середина 19 века, освоено промышленное производство водки в России, более того, за счет системы распространения, за счет того, что уже вот эти кабаки начали открывать не только в городах, когда там при Иване Грозном, да, там первый кабак, первый кабак был открыт в Москве, да, при Иване Грозном, а тут кабаки уже начинают открывать в семах. Тогда была откупная система действовала, то есть это откуп, ну, лицензия. Человек, купив этот откуп, лицензию, он мог торговать водкой в любой деревне. Приехал в деревню, открыл кабак, торгует водкой. И вот тогда, собственно, и первая реакция уже общественная на это явление, то есть когда Янса начала распространяться в основную массу народа, то есть это в сельское население, и вот 1858-1859 годы, первое трезвенное движение в Российской империи. Это очень важно знать. Да, вот на эти даты. Вот оно было, к сожалению, очень непродолжительным, всего лишь два года, к концу 1859 года полностью было запрещено людям собираться на сельских сходах и принимать какие-либо решения об коллективном отказе от употребления водки. То есть, представляете, как можно запретить сельскому сходу на сходе разбирать какой-либо вопрос об отказе от употребления водки. Потому что тогда, в 1858 году, был найден такой выход, что ли, поскольку деревни, село не могли от купщику запретить открывать кабаку, что он лицензию государства купил. А как же тогда противодействовать распространению водки в России? Была найдена вот такая схема, что люди стали собираться на сельский сход, принимать коллективные решения о полном отказе от водки, некий такой коллективный обед трезвости. И получается, пусть он кабак открыл, но он разорится. Он разорится, потому что мы у него ничего не купим, потому что мы всем миром решили, не пойдем и покупать не будем. И когда вот эта практика стала распространяться, Российская империя, поступила нота в Синод от Министерства экономики, которая этот откуп, так сказать, продавала этим откупщикам, что вот, мол, некие священники заставляют, как там было написано, народ полностью отказываться от вина. Ну, вином тогда водка называлась. А это, значит, дело неполезное в нашем северном климате, что так делать нельзя. И, значит, чтобы такая практика была запрещена. Дело в том, что на этом сельском сходе обычно батюшка-то присутствовал и просили как-то благословение, что ли, у него на вот такое решение. Ну, и священники благословляли, может быть, даже служили какие-то молебны на начало доброго дела. Вот это зарождение такой обетной практики у нас в России. И смотрите, что решает Синод. Это замечательные слова. 7 августа 59-го года, 19 век. Святейший Синод благословляет священнослужителей живым примером собственной жизни. Это очень важное слово. Живым примером собственной жизни и частым проповедованием в Церкви Божией о пользе и воздержании. Ревностно содействовать возникшие в некоторых городских и сельских сословиях благое решимости воздерживаться от употребления вина. То есть речь идет, конечно же, о трезвости. И вот Святейший Синод благословляет. Благословляет от трезвого движения, благословляет священников. То есть несмотря на позицию Министерства экономики и на давление, которое тогда было возможно, Синод благословляет эту практику. Другое дело, что там ниже, если посмотреть по тексту... Надо сказать, что это не было отменено указом. Да. Ниже по тексту, если посмотреть, то там скажут, что заставлять не нужно. Реально священники никого не заставляли. Они благословляли. И там не было никого-то насилия. Как оно еще могло бы быть? Батюшка может заставить сего отказаться от вина. Какие угрозы? Интересный феномен того периода часть Российской империи – Литва. Католическая территория, где католический епископ Валанчус у католиков немножко жестче, потому что священники, они как бы солибатные, и им проще дать распоряжение какое-то и так далее. По его указу все католические священники дали обет трезвости, и вся католическая паства Российской империи в Литве, вся там в огромном количестве. Они стали призывать, давать объекты трезвости. Все приходы стали отказываться от удовлетворения алкоголя. И Валанчус сначала император наградил за успехи в отрезвлении народа. Потом, когда получил сообщение экономического ведомства о убытках для казны, было изданное соответствующее указание, и с помощью войск, полиции, артиллерии пришлось подавлять эти народные выступления, чтобы ликвидировать в Литве трезвость, потому что она большой убыток для казны составила такой вот казус исторический. Отец Иоанн, а там уже поступают вопросы, если еще рано ответить на вопросы... А я давайте прям буквально осталось несколько кадров. Давайте просто участникам, чтобы было проще ориентироваться, сказать, сколько времени до ответов на вопросы. Полчаса я оставлю на вопросы, я думаю. То есть у нас еще минут 20 вы будете, да? Да, да, да. Вернее, 13. Ну, да, да, да. Вот так вот. Так, смотрите, значит, из писания святых отцов, что для нас важно? Я практически уже три кадра у меня осталось. Среди лифиофан-затворник? Для всех нас и на все случаи закон. Ничего не делать, чем можно соблазнить брата. Это вот в послании кремлянам, 14 глава, да? Воздерживайся также от вина и от всего, что только служит соблазном, потому что спасение брата не идет ни с чем в сравнении. Вот как некоторые говорят. А мне вот нравится, а мне позволено, а мне можно. Ну, тут речь идет о спасении брата, брата, сестры, матери, отца, отца твоих детей, вот, твоих детей, соседских детей. Вот. Как можно говорить, вот, мне нравится, вот, или мне хочется, когда мы видим, сколько людей от этого погибает. Вот. К Эфеси на послании он комментирует, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Что он пишет, святый лифиофан-затворник? Вот это конец 19 века, когда уже видно, как пьянство разливается по России, сколько жертв. Как положить меру, с которой начинается упивание? К христианам скорее идет совсем не пей, разве только в крайностях, в видах врачевания. Опять-таки, древняя практика, когда вино используют, там, в медицинских целях. Вот. Конечно, не вино укоризненно, а пьянство, но огонь в кровь влагается и малым количеством вина, и прибывший от того развеселения плотское, кстати, остановимся здесь, кто говорит, о, вот вино веселит сердце человека. Да, веселит, да, да, это цитата из Псалтырия. Вот как это веселье оценивает святитель Фиофан? Вот. Огонь в кровь влагается и малым количеством вина, и прибывший от того развеселения плотское, развивает мысли и расшатывает нравственную крепость. Какая же нужда ввергать себя в такое опасное положение. Особенно, когда осознается, что всякую минуту времени надо бы наискупать. А этим поступком не минуты, а дни остаются даром врага. И добро бы даром, а то еще и с приплатой. И так строго судья винопитие совсем должно быть изгнано из употребления, из среды христиан. Это не я написал. И не Валерий Константинов Дарункин. Это следит Феофан Затворник. Смотрите, что говорит свидетель Игнатий Бритий Нин. Опять-таки, конец XIX века. Мы не берем Грецию IV-V века. Мы же не про Грецию сейчас разговариваем. Мы не берем Древний Египет III-IV века. Мы берем Россию. Но это XIX век. И, конечно, замечательные проповеди о священном учебе, который возглавляли апархиальное общество в начале XX века. Я только цитату одну дам и священному учебу Владимиру. Посмотрите, святитель Игнатий пишет. Монах отнюдь не должен употреблять вина, сказал преподобный Пимен Великий. Где сказал? Ну, цитата в Типиконе известна. Этому правилу должен последовать и всякий благочестивый христианин, желающий сохранить свое девство и сломудрие. Святые отцы следовали этому правилу. А если и употребляли вино, то есть не все отнюдь, то весьма редко и с величайшей умеренностью. Но к чему призывает святитель Игнатий? Он занимает позицию преподобного Пимена, что монах не должен употреблять вина. И говорит, что этому правилу должны всякие христианин следовать. Вот в своем сочинении о монашности святитель Игнатий пишет. Пишет. В России существенно нужно устранение вина из обителей. Это понимали благоразумные и благочестивые настоятели. Какие благоразумные и благочестивые настоятели? А вот те вот древние русские святые, которые в своих уставах записали, что вина отнюдь в монастыре не держать. Тем более, вы же понимаете, конец 19 века. Это упадок, во многих монастырях упадок монашеской жизни. Да, были замечательные примеры, была у Птенопусы, но было много других монастырей, где жизнь, к сожалению, была отнюдь не такая, какая должна была бы быть. И здесь что сказать о современных монастырях, особенно о мужских. Ситуация в них зачастую, опять-таки, и с вином, очень неблагоприятна. Ну, я не буду говорить там подробнее об этом, но в принципе, к сожалению, она очень неблагоприятна. И то, что святитель Игнатий писал, что нужно устранение вина из монастырей в России, для современной России, это тем более актуально. Закончу вот эту презентацию, потом я очень быстро вам еще одну маленькую покажу, словами священного мученика Владимира. Этими словами он фактически заканчивает свой большой доклад против наследа трезвенников в Библии. Он пишет о том, почему он сам живет абсолютно трезвым. Итак, смотрите его слова. И если таким образом я знаю, что весь народ, среди которого живу я, тяжело страдает от какого-нибудь бедствия, то эта любовь, любовь к своему народу обязывает меня сделать все, что только я могу предпринять к устранению бедствия. Прежде всего, употребить то средство, которое может быть наиболее действенным. А самое действенное средство против алкоголя есть совершенное отречение от употребления спиртных напитков. Если мой взгляд на это дело таков, что я глубоко проникнут убеждением в истинности его, то это полное воздержание может быть для меня индивидуальным, нравственным, долгом любви. Любви к своему народу. Вот вся наша трезвенная работа, вся наша православная трезвенная работа основывается на любви. На любви к ближнему, не на любви к себе, который нет ни в каких светоотеческих источниках любви к себе, не на любви к какому-то напитку, а на любви к ближнему. Вся наша трезвенная работа основывается на любви. Вот эта любовь, любовь к своему народу, она подвигает нас к полной трезвости, потому что именно она и только она может быть действительно действенным средством и в профилактической работе, об этом священном очень Владимир пишет, и, естественно, в работе со страждачными людьми. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Мы не говорим тут о том, чтобы душу положить, чтобы жизнь отдать. Потому что пожертвовать очень-очень малым на самом деле. О том, что, собственно, даже и не нужно, как пишет Сильфиафан Заборник. А приобретение может быть очень и очень большим. Очень кратко, вот у меня осталось 7 минут, мне кажется, как раз это будет достаточно. Есть другой вопрос, о котором как раз пишет митрополит Владимир Богоевленский, что этот вопрос для нас не самый важный. Это вопрос о вине, собственно. Говорить мы в первую очередь должны о трезвости. Что говорит о трезвости Священное Писание, жили ли святые отцы трезво, что они говорили о трезвости, что они писали о трезвости и так далее. Мы должны говорить о трезвости. Но очень часто все равно возникает вопрос, а вот как же вину, а что же вину? И вот это моя презентация именно о вине. Давайте я очень кратко скажу. Презентацию мы выложим в чат, а так вообще очень подробно, пожалуйста, вот есть книжка «Против нас ли трезвенников Библии» митрополита Владимира. 40 страниц его доклад, он в основном как раз посещен. Нет вопросу трезвости с библейской точки зрения, а вопрос о вине. Итак, в чем проблема? Проблема в том, что православные трезвенники любят некоторые цитаты из Библии, которые говорят об опасности вина. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно ровно ложится в чашу, о том, как змея на укусе из притчи, например. Трезвенники выбирают свои цитаты из Библии, те, кто говорят о том, что можно пить вино, выбирают свои цитаты из Библии. И на этом как бы они успокаиваются или же дискутируют, но без всякого особого толка. Но если понимать, что Библия не может говорить и за, и против, быть и за употреблением вина, и против вина, то надо в этом вопросе разобраться. А так, вообще-то, на первый взгляд, позиции Библии кажутся противоречивыми. Вот есть цитаты, где явно просто вино в ряду продуктов питания явно благословляется. Вот Иолин, например. И ответит Господь и скажет народу своему, вот я пошлю вам, Господь, пошлю вам хлеб и вино и элей, и будете насыщаться ими, то есть вино для насыщения, как продукт питания. И более не отдам вас на полагание народа. Ну, есть совершенно другие цитаты. Кстати, малоизвестные, в том числе и среди трезвенников. Если почитать апокалипсис, то там за единственным исключением вино использует слово в очень негативном контексте, в апокалипсисе. Потому что, знаете, у нас любят, а давайте возьмем псалты, давайте возьмем то, что 3000 лет назад, вот, давайте апокалипсис возьмем, а что там сказано по пуду вина. И другой ангел следовал за ним, говоря, Павел, Павел Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, то поклоняется зверью и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаши гнева. Видите, вино совершенно, вино блуда, вино ярости Божией, вино гнева, совершенно другие образы. Как же снять это противоречие? В Библии нет противоречия, просто в древности по словам вино поднималось как хмельное вино, так и виноградный сок. Я не советую, если у вас нет достаточно времени, чтобы поговорить с человеком, вообще трогать эту тему. Просто скажем, а, все, сектант переврал всю Библию. Хотя, ну, доказать это несложно. Это следует со самой Библии. Просто человек должен хотя бы иметь возможность послушать вас хоть 3 минуты, хоть 5 минут. Ну, если вас не закидают сразу помидорами, когда вы об этом скажете, то можно продолжить. Итак, в Ветхом Завете аж целых 13 слов ибрита, которые в русском синодальном переводе могут быть переведены ко слову вино. Кстати, в церковно-славянской Библии все вот эти слова переведены как вино. Почему? Потому что в древности по словам вино понималось и в церковно-славянском языке тоже. И хмельное вино, виноградный сок, который могли прокипятить и хранить, ну, как вот сейчас мы храним виноградный сок, который покупаем в пакете татарапак в магазине. Но уже, кстати, в синодальном переводе в некоторых местах их тоже можно показать. В церковно-славянской Библии написано вино, в русской синодальной Библии написано виноградный сок. И так, ну, просто некоторые цитаты, которые покажут, что все-таки под словом вино могло подниматься и виноградный сок, и даже виноград. И вот Исаия 16 глава, вот, виноградарь не топчет в церковно-славянском там вина в точилах. А уже в русском кексе написано не топчет винограда, потому что в точиле не может быть вино. Точило – это давильня. Там, в любом случае, ну, он же должен еще перебродить. Или же там, ну, много цитат ветхом заявить. Там, вино сразу из-под точила незамедлий принести Господу. Что значит сразу из-под точила? Ну, из-под точила вытекает сок. Если ты его сразу принесешь Господу, то это вино, не хмельное вино, это виноградный сок. Или там Иеремия 40 глава. Пришли, значит, в сады и собрали вина и летних плодов очень много. Ну, как можно в саду собрать вино? Вместе это виноград просто. То есть, действительно, в Библии по словам вино подразумевается и вино хмельное, и виноградный сок. Просто спустя тысячи лет из нашего обихода не только исчезает... Отец и Ан обычно искушенная православная аудитория в этот момент говорит, а в Канне Галилейской что было? Какое слово? А был ли спирт? Сколько спирта было в чаше? Да, смотрите, значит, сразу, чтобы ответить на вопрос о Канне Галилейской, значит, в некоторых местах вот можно посмотреть, какое же там было древнееврейское слово, и, например, если это Тирош, то точно сок, например. Иаков, благословляя своих детей, желает им много вина и Илея, и росы, и дожди, и всего остального, и там, например, Тирош, то есть он желает множество виноградного сока, то есть много урожая. Но, если брать Новый Завет, то там используется греческое слово инос, и вот под греческим словом инос, подразумевается, могло быть все, что угодно, и хмельное, и не хмельное. Иногда по ситуации можно там новое вино, ну, новое вино, ну, да, видимо, там виноградный сок. Но во многих ситуациях не скажешь, вот Кана Галилейская, какое там было вино. Ну, можно, митрополит Владимир это делает. Пожалуйста, почитайте у него, он говорит, ну, видите, он дал лучшее вино, вот, а вообще лучшим вином считалось древность, это, кстати, тоже есть подтверждение, поскольку оно было более питательным, виноградный сок, которым сахар весь остался, его прокипятили и сохранили. То лучшим вином считался виноградный сок, а не хмельное вино. И поэтому, конечно, Господь, он это лучшее вино, что оно было не хмельным. Вот так пишет митрополит Владимир Богоеврецкий. Доказать это из самого текста невозможно. Но в любом случае, о чем можно сказать? Я же не говорю о том, что все евреи всегда пили там не хмельное вино. Ной пил, вот, напился вот хмельным вином, естественно. Вот. Просто в той традиции тогда, если это было хмельное вино, то его разбавляли примерно три к одному. И для еврея употребление там не такого большого количества разбавленного вина не могло ввести к опьянению. И уж в любом случае, мы же, наверное, не предположим, что вся свадьба была пьяная, и Господь пришел и выкатил им еще там литров так пятьсот этого вина. Ну, вряд ли же мы можем это предположить. Поэтому, в любом случае, речь не... С точки зрения мы обращались к текстологу, к благослову нашему. Есть две позиции, что обязательно на Афгане Галилейской был спирт, а есть позиция, что спирта было мало, как в квасе или в кефире. И богословы нам и текстологи говорят, что доказать, какое там было, невозможно. Что можно сказать, что все правы или все неправы. Ну, это как бы в каком-то смысле с научной точки зрения спор бессмысленный. Это спор о мнениях. Кому хочется, чтобы там напились, тот вот будет верить, что там все перепупились и до скотского состояния. Кто-то считает вот по-другому. В любом случае, речь не могла идти о пьянстве, скажем так. У нас время отвечать на вопросы. Давайте, да. Я тогда буду зачитывать, наверное. Да, мне неудобно смотреть чат. Я буду смотреть и буду вам говорить. Я, знаете, единственную цитату только дам. Вот Климент Александрийский, именно по поводу хмельного вина, и на этом и закончим. Климент Александрийский особенно хорошо к вину подмешивать, возможно, более воды. То есть, что значит, возможно, более, то есть, не один к одному, а еще больше. Обычно, эту смесь нужно не для удовлетворения жажды, как воду, и таким образом не доходить через пьянство до совершенного тупоумия и не следовать пристрасти к вину, хотя бы и смешанному с водой, его пить много, как если бы это была вода. Это он пишет в Александрии для греков в третьем веке после Рождества Христова. Понимаете, но сейчас, когда уже у нас ситуация алкоголизма на уровне страны, понимаете, мы не будем сейчас говорить о том, что давайте вспомним, что вино это продукт питания, давайте, ну, оно не для опьянения, его надо вот немножко и разбавлять, чтобы опьянения избежать. Сейчас люди стремятся к опьянению, и сейчас уже давно-давно. И внедрить вот эту позицию, что это может быть продуктом питания, а спирт там может быть просто консервантом, это просто невозможно. То есть невозможно внедрить эту позицию, невозможно ее проповедовать. Вот. Это не для русского человека. Связанный вопрос. Первое послание к Тимофею, 5 стих 23. В предпении одну воду, но употребляя немного вина ради желудка своего и частных твоих недугов. Как правильно комментировать это, когда разговор заходит? То есть там это послание к Тимофею апостолу Павелу. Что же это значит? Значит, тут может быть несколько позиций. Одна из них такова, что если посмотреть, какое вино хмельное или не хмельное использовалось для врачевания проблем с желудком, то в древних трактатах сказано, что это вино было не хмельное. Потому что не хмельное вино, там много антиоксидантов, много сахаров, и вот оно действительно полезно для желудка. Есть другая позиция, что апостол Тимофей путешествовал и часто, естественно, воду использовали из любых источников, и в том числе, как и римские солдаты, они добавляли небольшое количество вина для чего? Для обеззараживания воды. Но Тимофей по своему рождению был человеком средиземноморской культуры. У него была мощная защита биохимического от алкоголя в любом случае. То есть пить не сырую воду из непонятного источника, а добавлять немножко вина, чтобы избежать каких-то ротовирусных инфекций или еще чего. Да, это было возможно. Но тут спирт используется не для опьянения, а просто как для обеззараживания. Один взгляд, я слышал такое, что апостол Павел и апостол Тимофей, они были трезвенниками, очень строгие, они, по-моему, из рода фарисеев были, да? Ну, Павел, по-моему, фарисеев был. Он говорит, что ты береги себя, проявляй заботу о себе, не надо изнурять себя, мучить себя, что нужно, имея болезнь. Все-таки тогда была идея, что это как-то обеззараживает действительно, чем просто вода. Как лекарство сегодня такой идеей, что алкоголь может быть лекарством, она сегодня бессмысленна. До революции надо по этому поводу еще сказать, что чин обет трезвости православных христиан дозволял употреблять лекарства на алкоголе, там какие-то спиртовые настойки, вино, облагословенное на полилей, на хлебе, и, ну, конечно, причастие. Вот, а сегодня в лекарствах, как бы, на алкоголе нет нужды, абсолютно они не являются более эффективными, чем какие-то другие. Вот, и просто рассматривать алкоголь как лекарство, ну, уже бессмысленно по тому, что мы сегодня обсуждаем. Ну, да, и, собственно, вот в древности все-таки вино рассматривалось как продукт питания. Вот, хмельное, не хмельное. Это был продукт питания. Тут еще иди... Это не был продукт для опьянения. Отец, я еще отвечу, просто долго объясняю сам. Появился вопрос очень интересный. Один из учеников сказал, что дал обет трезвости ради примера другим. И ему там кто-то в чате ответил, что это, чтобы быть примером другим, это попахивает прелестью, что это может быть прелестью. Вот, ну, например, если отец не употребляет алкоголь ради своих детей, я не думаю, что это, чтобы быть хорошим примером детям, что это какая-то прелесть. Еще мне очень близок подход Игнатия Бринчанинова к понятию прелести, что прелесть – это гордость. И высшая степень прелести – считать, что ты не в прелести. И вот это наше часто стремление отслеживать все и смотреть, где тут прелесть, из какого угла она на меня сейчас вылезет. Мне надо перестраховаться от прелести. Я вот сейчас, вот если я сейчас это сделаю, я впаду в прелесть. Ну, как бы Игнатий Бринчанин говорит, что это и есть, вот, как бы, по сути, и есть прелесть. И что на самом деле все отцы прелестью считали то, что похоже на психическое расстройство. Когда там Иисус Христос лично к тебе спустился, и ты с ним разговариваешь, и ты видишь это. Скорее, это является прелестью, чем вот какое-то другое поведение. Ну, это отдельный разговор, но вот тема такая важная. Ну, на самом деле, сейчас еще считаю важным отметить такой момент, уважаемые участники. Разговор о содержании вина и вообще о, как бы, почему не бьют православные трезвенники. Прежде всего, это, если говорить о примере другим, это любовь. То есть, главное для христиан – это любовь. И апостол Павел, отец Циан, цитировал сегодня послание к римлянам 1421. Православные христиане призваны, в том числе апостолом Павлом, к трезвости ради вот тех немощных людей, из любви к тем, кому это нельзя, потому что они больны. То есть, ограничивать себя в том, что мне, в принципе, можно, но это может кого-то погубить. Поэтому из любви к нему я ему подаю хороший пример. В психиатрии, ну, в наркологии известна проблема алкоголика, когда он хочет стать нормальным, как все. А что значит нормальным, как все? Это значит пить, как все, научиться. То есть, и он гибнет от того, что учится на пути к смерти пить, как все, как нормальные люди на Новый год, на день рождения. Он спивается, погибает. И в этом смысле вот этот призыв как раз для нас, он прекрасен тем, что мы ему показываем, что я могу пить, хотя мне можно, допустим, да? Я могу пить не потому, что вот я больной, а потому что я тебя люблю. Просто, чтобы ты знал это. То есть, а если вот так смотреть, то это вообще, ну, какой-то прелесть может быть там, похоже на какую прелесть. Вот, спасибо. Кто-то написал еще там, что вот, как жалко, что в современных монастырях бьют вино, тогда наши усилить тщетно. Но надо сказать, что, понимаете, ведь кто пришел в те монастыри, которые открывались вот в 90-х годах? Это были люди из этого общества, из нашего же, собственно, больного общества. Это не какие-то были иные люди, которые спустились там с Луны, вот, или приехали с Афона. Вот. Были люди-единицы, которые приехали с Афона. А так, в основном, это монастыри были наполнены людьми, которые пришли из этого общества с теми же самыми идеями, которые были в советском обществе. Вот. Которые ничего этого не знают. И я вот по, ну, зайти 15 лет, что занимаюсь трезвенной работой, я вижу, как церковь очищается. Вот. Как восстанавливаются понятия отрезвости. Отрезвость как норме. Вот. Причем не только именно там ради любви там к немощным. Что трезвость – это вообще хорошо. Вообще нормально. Вот. И это понятие, оно постепенно восстанавливается в церкви и в монастырях в том числе. Вот. Поэтому все меняется, но не надо ждать того, что это вот еще месяц по щелчку пальцев. Все монастыри сразу абсолютно трезво ведут устав там преподобного Осипа Володского у себя. Вот. Это постепенно. Вот. Каждый должен работать на своем уровне. Вот. На своем фронте. Вот. И, но то, что успехи есть, это несомненно. Какие еще у нас вопросы? Фатисан, давайте будем по очереди отвечать. Я отвечаю, вы ищите вопросы там. Я хочу ответить на последний вопрос. Если какой-то епископ или пресвитер, или диакон, или вообще кто-то из сыщеннослужителей откажется от супругской жизни и мяса, и вина не ради подвига, а из отвращения, забывая, что все хорошо весьма, и что Бог создал человека мужского и женского пола, но богохульно клевещет на творение, то пусть исправится, либо лишен сана и изверженность церкви. Так же и мирянин. Только комментируйте, пожалуйста, это. Но эта история про ересь гностиков, была еще похожая, там, ересь гидропарастов, которые говорили, что надо на воде служить, они видели в, ну, как бы, зло в веществе, то есть не в духовном, как бы, а что зло, что женщина является злом, что вино является злом. Вот, ну, как бы, то, что фактически, как бы, дано Богом. И здесь не ради подвига, подвига какого? Подвига воздержания. То есть, на самом деле, эта цитата говорит о том, что трезвость, как упражнение в добродетельном воздержании, она вот вполне теми, кто писал, насколько я помню, апостольские правила, вот, наоборот, поощряется, а не критикуется. Вот, а критикуются здесь еретики, которые, ну, как бы, вещественному больше придают важность, чем духовному каким-то вот моментам. А воздержание – это духовный добродетель, она в списке добродетелей находится. Трезвость – это, как бы, упражнение в добродетельном воздержании. Все, знаете, я бы здесь добавил, вот, кто-то там пишет, ну, вот, в вине есть алкоголь, если я говорю, что алкоголь – это яд, получается, что я гнушаюсь. Ну, понимаете, мы не говорим, что вино – это скверно. Я отнюдь так не говорю даже и не думаю так. Вот, а мы говорим, что алкоголь опасен. Вот, что алкоголь опасен. Вот, я же не говорю, вот, что тигр амурский – это гадость. Вот. Ну, я говорю, что он опасен. Нет, ну, тигр прекрасен, нужно, чтобы он в лесу жил. Он прекрасен, замечательно, да, но лучше, как бы, с ним не встречаться, наверное. Близкий вопрос, почему Бог создал спирт. Ну, как бы, спирт – это химическое вещество. Ну, допустим, в организме человека Господь создал так, что у нас есть внутри нас алкоголь, у нас есть опиаты, ну, фактически наркотические вещества в минимальном количестве. Они участвуют в гормональных процессах регулирования эмоций. То есть, когда мы испытываем радость, у нас выделяются эти самые эндорфины, морфины, похожие, да. Это похожие вещества, и человек, на самом деле, ну, как бы, где Бог, где Сатана, Сатана – это, как бы, обезьяна Бога. То есть, это искажение, извращение, то есть, некий обман, то есть, использовать что-то, что есть, для того, чтобы погубить. То есть, в минимальной дозе, в естественной, физиологичной, алкоголь и там, ну, опиаты внутри человека, они являются благом, участвуют в том, чтобы ему было хорошо, и он себя чувствовал прекрасно, и радовался. Вот эти вещества, они внутри выделяются. А если вводить изнутри, без разрешения, самовольно, чтобы регулировать эмоции, получается, что ты у себя воруешь, и физиологически лонка – это процесс, там, наркотическая или алкогольная, вот эта вот абстиненция. Это состояние, когда ты украл у себя запас вперед радости. Почему ты так страдаешь? Потому что ты физиологически все это использовал, вот, ты должен был радоваться там месяц, а ты там за раз. Вот, и потом вот те вещества, которые тебя поддерживали в хорошем состоянии, в тонусе, в течение месяца, ну, это я сейчас, как говорится, от головы говорю, цифры, вот, не знаю, насколько, ну, общая, как бы, физиология процесса, я думаю, что не особо здесь ошибаюсь. Вот, по поводу спирта. Да, значит, вопрос, зачем в причастии используют вино и хмельное ли оно? Вот о причастии, конечно, нужно сказать, значит, да, в таинстве Евхаристии используют вино, потому что сам Господь, когда устанавливал это таинство, Он взял вот эти вещества, символы. Вот, Он взял хлеб, хлеб – это символ жизни древнейший, ну, потому что зерно, упавшее там в землю, оно погибает, оно рождает новую жизнь, вот, поэтому к хлебу вообще отношение, как к некому священному пронукту, вот, хлеб – это символ жизни. Он взял хлеб, Он взял вино, ну, и вино, вообще-то, разбавленное водой. Вот, в литургии Василия Великого тоже отмечено, что, ну, так же, как и было принято, что вино не разбавлено, не пили, вино разбавляли водой. Поэтому там три вещества, там есть хлеб, есть вино, есть вода. Вино – это символ крови, понятный, вот, самый очевидный символ крови, вот, вода – это символ жизни. Вино, подчеркиваю, да, что вот тогда, в древности, вино воспринималось как продукт питания. То, что там есть спирт, вот, спирт – фактически консервант, который помогает сохранять это вино, чтобы оно, ну, могло храниться там в течение года. И у нормальных людей, у большинства людей не было мысли использовать вот этот консервант, скажем так, это, ну, ядовитое вещество, да, использовать для искажения собственного сознания. То есть, если там посмотреть, там, мою презентацию о Вене подробнее, то есть у древних людей, у древних греков, у израильтян была мысль уйти от объединения. То есть, пусть этот спирт, как консервант, там присутствует, но мы давайте разбавим это вино, чтобы не было вот этих эффектов, то есть, чтобы не было эффекта искажения сознания. Поэтому спирт – это просто консервант, вот и все. Да, спирт – ядовитое вещество, но это может быть польза в этом. У нас тут хорошие примеры, что ацетон тоже есть в организме, но мы его пить не будем. Ну, да. Тут интересный вопрос очень. Пожалуйста, ответьте про теплоту. Это проблема, решение которой не вижу собственными силами. Это нормально младенцам, подросткам пить слабо разбавленное вино. Этой традиции нет в Греции. Вот греки нам дали православие, у них нет теплоты, запивок на вине и так далее. Они запивают водой, если это нужно где-то в какие-то моменты. Это какой-то наш. И пеконья тоже вода. Какое-то, может быть, чисто российское, тут не скажу, может быть, и в других странах есть, но у греков точно нет. Мы выложим в группу прекрасное видео, можете сами его найти на нашем YouTube-канале «Трезвение». Вот здесь у нас 130 человек подписалось на YouTube-канал. Вот сейчас здесь сегодня 200 было, не все подписались на наш YouTube-канал, пожалуйста, подпишитесь. Надо ссылку еще раз. Ну, мы выложим, да. Но мы каждый раз, выкладывая видео, просим подписываться на YouTube-канал в каждом видео, под комментарием каждого видео. Там есть видео гораздо более умного человека, чем я или отец Ана, наверное, простите, отец Ана. Я говорю о профессоре Осипове, это наш самый известный русский богослов. Он хорошо об этом. Он прекрасно об этом говорит, говорит о проблеме храма, церкви, теплоты, о недопустимости этого всего, что это проблемой нашей церкви является запивка. Вот, что это, ну, по сути, некое такое искажение жизни христианской. Там очень подробно и очень острее гораздо, чем мы говорим сегодня. Этот вопрос разбирается. Пока это вот видео, этому уже несколько лет вообще. И свою позицию он так публично впервые вот в разных источниках обозначил лет 10 назад. Пока никто не посмел его опровергнуть, вот, но никто особо вот и ничего не делает. Оно даже было на сайте Московской городской епархии. Нет, это видео мы опубликовали на всех сайтах всех епархий Русской Православной Церкви, вот с нашего канала. То есть, оно было на всех сайтах. То есть, эта позиция его, ну, церковному сообществу, я надеюсь, знакома. Понятно, что информация у нас сейчас так ходит, что не все об этом знают. Его позицию. Но вот пока не нашлось богословов, кто смог бы это опровергнуть. Вот, так что мы эту ссылку выложим сейчас прямо, может, даже во время сейчас ответа, пока отец сам будет отвечать на членный вопрос. Мы обязательно выложим. Вот, и там вам о многих проблемах говорится. Это не только для мирян, для детей, это для подростков-алтарников в алтарях. Просто в алтарях вино часто не разбавляют или разбавляют меньше, чем для мирян. Вот, то есть, там много проблем с этим связано. Так, отец Аан, у нас много вопросов. Да, значит, для чего Бог сделал спирт и спиртное? А мы уже ответили на это. Да? Вот, только что, да. Вот, я хотел просто произвести еще пример. Вот, говорят, что вот, там, алкоголь – это яд. Ну, да, яд. Ну, например, уксусная кислота – это тоже яд. Вот, то есть, если выпить 100 грамм уксусной кислоты, ну, чистый, то это будет ожог пищевода сразу, вот, и мучительная смерть прямо в ближайшее время. У уксусной кислоты смертельная доза гораздо меньше, чем у спирта. Но при этом мы, там, добавляем уксусную кислоту, там, когда мы, там, маринуем огурцы, например, и это просто консервант. Там, 3% этого уксуса – это просто консервант. Вот и все. Понимаете, никому в голову не приходит, а давайте мы сконцентрируем уксусную кислоту, давайте купим ее, там, в химическом магазине, и давайте выпьем ее. А зачем? Понимаете, вот у древних клюлитов то же самое было. То есть, это просто консервант. Вот и все. Вот, то есть, не было мысли, идеи искать в этом искаженное сознание. А, к сожалению, сейчас вот эта идея, то, о чем мы говорили на прошлом занятии, эта идея захватила уже мир, захватила наше общество. И сейчас, понимаете, то же самое о запивке, внедрять вот это. А вот в древности разбавлено в три раза вину пили. Вот эта запивка. Что это такое? Да, это было тысячу лет назад в Греции. Но, видите, сейчас это внедрять, когда люди уже больные. Ну, про запивку тут идет дискуссия сейчас в чате. Вот говорится, что вот. А вот у нас в храме нет такой проблемы. У нас там на воде. Во многих храмах уже, да, последние 20 лет начали меньше практиковать это. Действительно, есть множество приходов, где уже вода и так далее. Но при этом в тех же приходах часто в алтаре и на клиросе все равно подается, ну, как бы вот, как больший деликатес, не для всех, вот, все равно теплота с вину. Вот, и в некоторых приходах хор, допустим, обидится, если не налить им теплоты с алкоголем. Вот они поют, горло там холодно и так далее. То есть, как бы, да, действительно есть признаки того, что у нас многие от этого отказываются, но проблема еще очень серьезно стоит. Ну, да, да, да. Вот пишет, я просматриваю час вверх, дошел до час двадцать шесть отметки. Когда я предлагал священнику прочитать эту книгу митрополита Владимира, он сказал, что это его частное мнение. Действительно, так многие могут ответить. Поэтому вообще я вот в нашей работе и по своему опыту вам скажу, я не советую вам лезть вот в эти вопросы о вине. Вино, какое было, какое в древности, да там сто главы собора, и преподум... Понимаете, вам просто даже не дадут вот развернуть аргументацию. Вот там, преподуманный Осип Володского вспомните, ну, нужно говорить о трезвости. О трезвости. Вот люди, которые чего-то ищут там, они очень любят говорить о вине. Вот сразу вот недавно была у меня какая-то дискуссия, я говорю, а трезво жить можно? Человек так осекся, говорит, можно. Я говорю, это хорошо? Он говорит, хорошо. Но только главное не гордиться отеца от трезвости, надо быть смиренным трезвым. Понимаете, а вот это вот там он какой, да какое там это... Понимаете, у нас проблема, понимаете, а она очевидна. Очевидна? Очевидна. Вот те, кто работают в этой проблематике, говорят, что самый лучший способ – это жить трезво. Ну, трезво же жить можно, это же хорошо. Понимаете, сейчас, по крайней мере, в церкви у большинства вновь, по крайней мере, появилась эта идея. Сейчас редко встретишь такого динозавра, который скажет, как трезвость, это же сектанство, это же протестантизм, это какие-то баптисты. Сейчас уже на практике... А, ну да, ну да, можно. Но это хорошо, хорошо. Вот мы и живем трезво. Вы не против трезвости для детей? Нет, как я говорил, надо... Нет, не против. Вот и все. Знаете, не надо вторгаться вот в эти вот там, какие проценты, у кого какая биохимия там и так далее. Это очень сложно. Надо говорить о трезвости, и все гораздо проще сразу. Просто сходу. Ну да, о трезвости и вспоминать послание к римлянам 1421, что это наше проявление, любовь к немощным. Да. Так. Теперь вы, Валерий Кузьминский, я пока ищу там следующий вопрос. Я тоже пока ищу. Давайте кто быстрее найдет. Да. Вот. А, кто-то спрашивает. Немного не поняла. Профилактика для подростков проводится на основе авторитет святых отцов? Нет, конечно. Понимаете, для того, чтобы заниматься профилактической работой, нам самим, тем, кто занимается этой профилактикой, нужно иметь твердый базис. То есть у нас у самих должны отсутствовать мифы об алкоголе в нашем сознании. То есть мы должны иметь ответы на эти вопросы. Ну, кстати, даже заниматься профилактикой... Ну, в любую подростковую аудиторию ты слышишь, а вот батюшки употребляют алкоголь, а вот причастие, причастие на вине. То есть все равно на эти вопросы приходится отвечать. Да, да, да. И мы должны быть готовы к этим вопросам. Естественно, что в профилактике, знаете, мы не о святых отцах говорим. Но вопросы, в том числе у подростков, есть. Главное нам самим знать ответы на эти вопросы, знать, на каком фундаменте мы стоим. Это важно. Ну, кстати, да. Ну, какая же трезвость, когда в церкви вино? А вы тут отрезвости. Ну, да, в церкви вино продается. Кстати, о продаже вина в церкви. Как об этом говорить. То есть вообще в древности продавалось все, что нужно для совершения богослужения. Вот, так и сейчас. Но это вино, оно для совершения богослужения. Вообще говоря, по идее, оно нужно для совершения евхаристии. И все. Вот в нормальной традиции в храмах бывает так, что ты можешь купить там эту, оплатить эту бутылку вина, которая относится в алтарь для совершения евхаристии. То есть не для того, чтобы ты пошел домой и отметил там Новый год. Я бы сказал, что существует в таких храмах запрет на выдачу в руки алкоголя. То есть ты можешь пожертвовать на литургию, ты вносишь деньги, и бутылку тебе в руки не дают. Ее с твоей запиской отдают в алтарь. Интересный вопрос. Остается ли человек трезвым, если, выпив немного алкоголя, он остается в ясном уме, искажается ли его сознание в этом случае? И внешнее поведение не меняется. Отец, отвечайте. Вы хотите, чтобы я ответил? Ну, пожалуйста. Значит, смотрите, здесь, но это ответ для всех нас присутствующих в данной аудитории, скажем. Смотрите, бывает так. Я помню, как-то было лето, принесли мороженое. Мы сидим с батюшкой, членом общества трезвости, в беседке. И тут кто-то говорит, смотрите, а там в составе спирт написан. В составе мороженого. И что мы, знаешь, если мороженое сейчас едим, мы обед трезвости сейчас нарушим? Нет, ну, видите, спирт может быть в составе мороженого. Он может быть там в пропитке торта. И что теперь? Он может быть там полтора процента в квасе. Но такие маленькие количества, они не дают эффект опьянения. Поэтому они не являются ни нарушением обеда трезвости, ни, собственно, потерей трезвости как таковой. Ну да, вот то, о чем Валерий Константинович говорил, там от 1 до 9 граммов спирта вырабатывается внутри организма человека в сутки. Ну, это в основном дрожжи, которые живут у нас там, кишечники там. Ну, неважно. От 1 до 9 граммов. И что человеком? Мы все постоянно нетрезвы, потому что у нас какое-то количество дрожжей там поселилось в нашем кишечнике. Но такие небольшие количества, они устраняются печени без всякого следа, без всякого остатка и не дают никакого эффекта. Другое дело, что я никогда не буду употреблять там маленькое количество разбавленного вина. Почему? Дело не в том, что там будет какой-то эффект, а дело в примере. То есть в чем опасность малых доз алкоголя, там разбавленного алкоголя, но выпитого из красивой рюмочки, маленькой рюмочки. Вред не физиологический, а вред социальный. Человек подает этим пример. Если мы говорим о трезвости, мы должны подать пример трезвости. Поэтому если это алкоголь, там есть какой-то пропитки торта, там мороженое, еще в чем-то, это не проблема. От этого не погибнет у меня там 200 нейронов в этот день и так далее. Вот, как некоторые говорят. Но употреблять пусть даже разбавленное вино сейчас в России в этой ситуации это пропагандировать такой образ жизни. Кто потом будет смотреть, что оно у тебя было разбавленное, неразбавленное и сколько там полрюмки ты выпил или не полрюмки. Ты показываешь пример, все. Человек будет на него ориентироваться, потом кто-то из-за этого погибнет. Поэтому почему сейчас я не пью, в том числе и разбавленное вино, и запивку тоже не пью. Потому что я не хочу подавать такой пример другим. Не потому что это физиологически опасно для меня, или я теряю трезвость из-за какой-то маленькой этой дозы. Там опасность в примере. Вред социальный, а не физиологический. Вот так вот. Ну, тут есть еще участница, которая писала про теплоту. Она переживает, что в храме, где есть бывшие зависимые, что это предается. Но тут надо все равно кротостой любовью проявлять и воспринимать это как творческий вызов. Учиться быть искусным христианином, убеждать тех, кто старше, вроде как умнее тебя. Ну, как-то вот с любовью доносить, чтобы нас услышали. Это такой для православных трезвенников современных быть такими добрыми, мудрыми проповедниками трезвости – это такая, ну, как бы крест такой. Потому что иногда хочется прийти, там, закричать, а что вы делаете? Ну, это просто быть неадекватным. Вот, зачем это нужно? Ну, люди так привыкли объяснять с любовью, рассказывать, просить. Вот, как-то вот без любви все равно ничего не получится. Так будет просто скандал какой-то очередной. Вот, я думаю, что потихонечку можно убедить вот сменить обычай, там, за алкогольной, там, теплоты. Это, ну, у нас, у всех, кто вот это занимается, есть примеры. Вот, у меня там есть один храм, в который я хожу. Там сначала на праздниках стоял алкоголь, потом перестал стоять на праздниках, потом перестал в кабинете настоятеля при встречах там с благотворителями стоять. Вот, и потом все спрашивают, а это вот Даронки виноват? Это из-за него так? Вроде нет, я там не ходил, не ругался. Ну, а как-то это, естественно, произошло, вот, ну, как бы, вот, что те, кто со мной с нашими друзьями, начинают меньшим употреблять алкоголь. Вот, и постоянно, ну, это одна из тем общения вот в церковных коллективах, когда там есть трезвенник, поговорить об алкоголе и поспорить с трезвенником. Это одна из любимых кем. Она как притча выяснится, как камень преткновения. То есть она как бы еще раз и еще раз возникает. Она может возникать каждый день, там, раз в неделю, или там несколько месяцев не вспоминали, потом кто-то бросил алкогольную шутку, там, выпить, ха-ха-хи-хи. Приходится там что-то говорить, напоминать, и разговор там в чате организации, там, на двое суток, там, пользы, трезвости и так далее. И, как правило, если вести дискуссию, ну, с любовью, в любой аудитории находятся люди, которые поддерживают похожую позицию, которые подтверждают твои примеры из собственной жизни. И даже люди, которые, вот, вроде как, вас с вами спорят, они потом, если приводить примеры, то есть аргументировать, не убеждать, не, вот, помните, вы говорили, вот, эффективность, да, не внушением, вот, это плохо, ты должен сделать, там, и так далее, а убеждением, ну, личным примером и с радостью. То есть, если ты занудный, злобный человек, орешь там всем, там, не смейте пить, иначе там умрете, ну, как бы, кто же будет слушать. Вот, а если ты приятный человек и добрый, и в разумные аргументы приводишь, там, на примерах каких-то, то находятся люди, которые тоже позицию начинают разделять. Это вот только так потихоньку делается, и, к сожалению, не письмом сверху, вот. Да, вот кто-то писал, можно ли письмо по всему храму? Вот письмом сверху обычно у нас только не очень хорошие вещи можно вот как-то вот быстро распространить. Вот давайте все будем пить там и веселиться. Мне кажется, это быстрее, чтобы жить трезво, письмом сверху. Народ нас писать, мне кажется. Вот тут еще вопрос. Крепотливая и поступательная работа. Да, пить сок из красивого фужера – это тоже плохой пример. И дальше пишут, если из фужера все начнут пить только сок, они не перестанут ассоциироваться с алкогольным употреблением. Вот, но, видите, вот эта ритуальная посуда была создана только и исключительно для алкоголя. Вот, я недавно даже одной трезвеннице написал, у нее в WhatsApp фотографии, она сидит за столом, видимо, в каком-то кафе, вот, вот, и соседнее с ней место, там рюмка стоит, пустая причем. Вот, причем, ну, это не ее, это соседняя тарелка рядом, но рюмка вот она вот так вот у нее. Вот, я говорю, слушай, у тебя что рюмка-то на фотографии? Потому что даже пустая рюмка – это сразу ассоциация. Рюмка – это точно алкоголь. Сок из таких не пью. Поэтому лично я не пью сок из красивых рюмок. Вот, потому что, ну, вот этот образ, он уже четко захвачен алкогольной идеей. Вот. Ну, только, может быть, захватить, если там владельцы соков компании вот как-то вложатся в рекламу, что синька чмо, вот, а вот сок – это круто, и давайте вот из бокалов, кто пьет из бокалов вино, тот лов, а кто пьет сок из бокалов, тот крутой, ну, тогда все поменяется. Просто вообще не надо делать культ из еды. Ну, это шутка. Да, не надо делать культ из еды. Зачем нужна какая-то культовая посуда для, там, сока, я не знаю. Ну, пейте за простой посудой. Ну, вот, отец Анат, культ, вам возражают, это культура такая, традиция. Не делайте из еды культу. Вот, вот, что нужно. Хорошо. Сергей Таршин опять поднимает руку. Не знаю, он не написал свой вопрос, но хочет высказаться. Если вот администратор может. Отец Анат, вот нам участники намекают уже, что так часто пишут слово «спасибо» так в чате, так часто пишут, это значит, что люди начали уже потихонечку выходить. Да, нам нужно. Вот, то есть тут такая дилемма, кому-то очень интересно, а кто-то уже устал, а кому-то надо бежать. Вот, и этот разговор, который мы можем вести очень долго. Вопросов мы уже ответили, самые важные. Поэтому не знаю, Валерий Константинович, вы тут опытный администратор. Я думаю, что надо вот пожалеть наших участников. И у меня участникам еще будет такая просьба. Очень классно, когда мы здороваемся, вот, там, махаем друг другу руками. Можно попрощаться, вот, до новых встреч. Если что, все вопросы в Телеграме, в группе можно задать, да. Божьей помощи всем будем завершать нашу встречу. И следующая встреча во вторник в 12 часов. Олег Олегович Моисеев наконец-то должен прочитать свою лекцию. Я вам очень ее рекомендую, потому что он очень яркий человек, яркий рад. Все, ну, всем до свидания.